вы интересуетесь друзья как понравится вашему научному руководителю но я сказал бы так как понравится другим людям работодателям преподавателям и так далее и у меня есть ответ на этот вопрос с вами канал одна австралия александр петров я бы хотел отметить что ребята когда вы учитесь и когда у вас есть преподаватель когда вы работаете есть работодатели есть люди которые в конце концов близкие вам и вы хотели бы выйти замуж за этого человека или жениться или чего опять таки мы начали у вас есть научный руководитель и вы делаете свою работу вы хотели бы чтобы эта работа и даже отношения с вашим супервайзером складывались намного лучше намного легче чем это обычно происходит здесь вы должны всесторонне изучить этого человека первое чтобы я хотел сказать это вы должны найти его сильные и слабые стороны я это называю и на ранее я откуда это взял есть pressure points и pleasure points есть точки удовольствия и точки боли любой человек имеет имеет привязанности имеет вещи которые ему просто неприятной если допустим вы знаете об этом человеке много и вы знаете его pleasure points и pressure points старайтесь если он кстати вам нужен старайтесь обходить его болевые точки и старайтесь как бы ненавязчиво касаться точек удовольствия и соответственно вы будете этому человеку приятно да приятно даже если это не руководитель а просто какой-то сосед по литничной клетке он будет рад вас видеть этот человек будет сиять от того что видеть вас а все потому что вы умеете себя вести и здесь вы не являетесь каким-то негодяем который макиявилисты используя других людей в личных целях вы просто создаете лучший микроклимат вокруг себя и вы поднимаете настроение кстати этому человеку что здесь такого плохого что плохого в том что вы будете у своего но научного руководителя на хорошем счету просто потому что вы как он считает классный человек и я таких людей видел и ну ввиду того что у меня все-таки не в юношеский возраст я понимаю что зачастую люди действительности стараются быть со мной в хороших отношениях они просто это такие гладкие белые пушистые люди я это понимаю но я считаю что правильно делают они доделают так что мне приятно мне хорошо и соответственно я тоже стараюсь сделать все возможное для этих людей еще очень важным аспектом является профессиональный бэкграунд профессиональный профессиональное прошлое вашего руководителя научного руководителя или работодателя начальника какого-то или даже просто коллеги который вам дорог и нужен или просто даже человека который может стать вашим партнером или просто друга да вы можете знать о том узнать о том где он работал да потому же лентгену да узнать где он работал чем занималась какая у него была специальность какие у него действительности стороны которые он знает или он думает что он их знает соответственно у вас есть у вас есть какая-то профессиональная картинка этого человека старайтесь это использовать старайтесь разговаривать с ним на эти темы старайтесь показать что вы может быть и дилетант но все-таки разбираетесь в этой тематике и соответственно ему будет приятно с нами разговаривать то что всегда приятно разговаривать человеком который понимает тебя вот вы должны стать таким человеком и опять-таки не мало немаловажно его этнический бэкграунд Может быть это Ози, может быть это Киви, может быть это абориген, может быть это какой-то турок, какой-то ассириец, какой-то Вулус или Шона из Южной Родезии или Зимбабве, как сейчас это называется. Может быть это русский человек, еврей, украинец, узбек и так далее. Вы всегда должны знать его этнический бэкграунд, знать даже местность, откуда он пришел и человеку будет приятно. Вау, вы знаете о его маленьком городке, о его этнической группе, о его истории его народа и можете свободно на эту тему поговорить. Человеку приятно, человек отдыхает в разговоре с вами, человек кажется себе важным, ну в принципе любой человек важен, особенно если ваш начальник, он же как-то стал начальником, что-то он в этой жизни заслужил, правильно? Вот, соответственно, вы создаете ощущение комфорта у этого человека и далее ваша работа, ваша учеба, ваша научная деятельность будет удачной и счастливой. Ну, имеющий уши дослышит и внемлет. Спасибо.